Приветствую. «АвтоСтронг» – это крутейшая компания со своими разборками в Европе и Великобритании. Мы везем сюда самые лучшие запчасти, которые вы можете купить, подобрать на нашем сайте, позвонив нам либо написав в мессенджеры. На нашем канале мы рассказываем все об запчастях, делаем отличный контент и тем самым делаем настроение. Вы очень просили этот двигатель. Итак, встречаем Chrysler 2.5 CRD. Дизельные двигатели VM-мотори начали устанавливаться на автомобили Chrysler в 1991 году. Тогда итальянский производитель двигателей принадлежал компании Detroit Diesel. Собственно, дизель объемом 2.5 появился в 1991 году. Это был дизель с чугунным блоком с помещенными в него мокрыми гильзами, с нижним расположением распредвала, разделенным впрыском и привод клапанов осуществлялся штангами-толкателями. Тот двигатель имел четыре раздельных головки блока, которые накрывали каждый цилиндр. В приводе ГРМ использовалась тонкая цепь либо шестерня. Существовало два варианта. То есть, тонкая цепь на автомобилях Chrysler и шестерня на автомобилях Jeep. К 2001 году двигатель основательно модернизировали, но геометрия цилиндропоршневой группы осталась неизменна. То есть, ход поршня 94 миллиметра, диаметр цилиндра 92 миллиметра. В блок были помещены мокрые гильзы, которые потом перекочевали в двигатель 2.8. Кстати, мы такое уже разбирали. ГБЦ полностью переделали, она стала единой. В нее поместили два распредвала, которые приводят 16 клапанов. А в приводе ГРМ используется зубчатый ремень. Двигатель получил топливную систему от Bosch, турбокомпрессор, систему EGR, балансирные валы. С 2000 года этот двигатель ставился на Chrysler Grand Voyager, Jeep Cherokee, Jeep Liberty только в паре с механической коробкой передач. С 2005 года этот двигатель ставили на коммерческий фургон LDV Maxxus. С 2008 года производители отказались от этого двигателя. С 2007 года по 2017 год этот двигатель ставился на лондонский CapTaxi. Настала пора сейчас рассказать о его слабостях и нередких неисправностях. Итак, поехали. Нередко в двигателе 2.5 CRD возникает течь масла по заднему сальнику коленвала. Однако, не всегда виноват сальник. Дело в том, что за сальником находится корпус пятой опоры коленвала. А в ней помимо вкладышей еще находятся два резиновых кольца. Дело в том, что когда вы поменяли сальник, течь может возобновиться. Тогда сальник надо снимать и менять эти резиновые кольца. Либо же есть вариант укрепить их термостойким герметом. Бывает так, что датчик коленвала начинает глючить и тогда сигнал с него пропадает при прогреве двигателя. Это значит, что прогретый двигатель глохнет и не заведется пока не остынет. На Chrysler Voyager выпуска до 2005 года стоит подкачивающий насос с подогревателем топлива и отделителем влаги. Он стоит на самом днище автомобиля. От его работоспособности зависит работа двигателя. Если подкачивающий насос выдает слабое давление подкачки, то двигатель может заглохнуть через несколько секунд после запуска. Также подкачивающий насос может гнать грязь и стружку, что гробит форсунки. Из-за слабых комутов на трубках подкачки может возникнуть подсос воздуха. Из-за этого двигатель будет дольше заводиться и плохо тянуть. Подогреватель в насосе подкачки подогревает топливо, когда температура его 8 градусов. Подогревает до 25. Бывает, что на двигателе 2.5 CRD не крутит стартер. Причиной может быть электромагнит, который подает Bendix и замыкает силовой плюс. То есть во втягивающем реле подгорают контакты пятаки и вращение ротора и коленвала не происходит. Также стоит обратить внимание на провода, которые становятся жертвой коррозии. Расходомер двигателя 2.5 CRD становится жертвой мысных порог во впуске при неисправном клапане ВКГ. Если расходомер загрязнен, то обороты начинают плавать и увеличивается расход топлива. Точно диагностировать проблему помогает чтение параметров расходомера. У неисправного расходомера они будут неадекватные. Напомним, что новый расходомер стоит 100 долларов, бэушный 15. Где надо покупать бэушный? Конечно, в «АвтоСтронг-М». Ну что, зовем Павлика и начинаем нашу разборочку. Клапан EGR на двигателе 2.5 CRD обычно проблем не вызывает, но его можно заглушить. Для этого глушат трубку подачи отработавших газов либо вот этот патрубок, который идет на электровакуумный клапан. С электровакуумного клапана выходит трубочка. Туда, грубо говоря, мы ставим заглушку, чтобы этот клапан не ругался. Двигателю 2.5 CRD досталась простая турбина от японского производителя IHI. Турбина максимально простая. Она сама открывает перепускной клапан при достижении максимального давления в компрессорной части. Такие простые турбины нам уже попадались. Как это работает? Когда компрессор надует избыточное давление, избыточное давление по вот этой трубочке нажимает на актуатор. Актуатор открывает перепускной клапан. Еще раз повторим, что турбина максимально простая. И если она начинает гнать масло во впуск либо в выпуск, то надо разобраться. Зачастую проблема кроется в самом двигателе. То есть если вы замените турбину на новую либо на бэушную исправную, то надолго вы эту проблему не решите. При больших пробегах в клапане вентиляции картонных газов разрушается мембрана. Тогда нарушается отделение паров масла от газа. Пары масла загрязняют расходомер и датчик давления во впуске. Из-за этого двигатель плохо тянет и порой даже не заводится. Но по-моему, я сказал хрень. Из-за этого ухудшается отдача двигателя и увеличивается расход топлива. Также при разрушении мембраны появляются масляные запотевания под маслоотделителем. Форсунки на двигателе 2.5 CRD очень надежные, но могут выйти из строя, как и все форсунки, из-за воды и мусора в топливе. Из-за примесей в целом жесткой солярки, то есть с низкими смазывающими свойствами, могут пострадать седла форсунок. То есть форсунка начнет в этом случае лить топливо в обратку. Из-за этого двигатель надо заводить дольше. Также могут подвести распылители форсунок, то есть износятся их иглы. Тогда форсунки начинают лить топливо и это может привести к оплавлению поршня. До этого двигатель будет дымить черным дымом. Для продления срока службы форсунок рекомендуют установить дополнительный фильтр тонкой очистки. Ремень ГРМ на двигателе 2.5 CRD подлежит замене каждые 150 тысяч километров. Кстати, ремень точно такой же, как на двигателе 2.8 CRD WM моторик, который мы уже разбирали. При замене ремня ГРМ стоит обратить внимание на помпу, то есть оценить ее люфт. Обычно помпа без проблем ходит 300 тысяч километров. Но случается, что помпа перекашивается и тогда может вытечь антифриз. Хуже всего, что перекос помпы может привести к перескоку ремня ГРМ. Кстати, в моторе 2.8 CRD, который мы разбирали, была именно такая проблема. Поэтому кликаем по ссылке и смотрим. ТНВД Bosch очень ресурсный и надежный. Ходит 500 тысяч километров. Обычно проблемы в топливной системе возникают из-за форсунок, либо же из-за клапана регулятора. При больших пробегах ТНВД может потечь соляркой, но это легко решается, потому что продаются ремкомплекты резиновых уплотнений. Если двигатель 2.5 CRD глохнет при работе под нагрузкой, при разгоне, либо же при движении накатом, то причиной этого может быть клапан-регулятор на ТНВД. Также, если этот клапан барахлит, двигатель может плохо запускаться и обороты холостые могут плавать. Клапан стоит чуть более 100 долларов, но на этот ТНВД подходит клапан с двигателя 2.2 DCI, который в два раза дешевле. Этот клапан также можно снять и почистить, и тогда он может послужить немного дольше. На двигателе 2.5 CRD термостат иногда выходит из строя, и тогда двигатель может не догреваться, либо же перегреваться. Но есть проблема в замене термостата, потому что термостат, как видите, находится на задней стенке двигателя и перед моторным щитом. То есть добраться сюда с ключами действительно очень трудно. Но в нашем двигателе, то есть в нашем термостате, мы видим большой сюрприз. Видите вот эту кашу из масла? Откуда же она могла здесь взяться? Масло с антифризом может перемешаться, если произойдет пробой в теплообменнике масляного фильтра. Сейчас разберем и все подробно покажем. Вот тот самый теплообменник. Повреждений снаружи мы не видим, но мы видим вот такую кашу из масла. То есть проблемы такие случаются. В этом теплообменнике пробит контур охлаждения. В данном случае клапанная крышка здесь очень тяжелая, потому что она является частью впускного коллектора и постелью распредвалов. По состоянию кулачков мы видим износ неравномерный. И здесь вопрос, случилось это до того, как антифриз смешался с маслом, либо после? В обзоре двигателя 2.8 CRD мы уже говорили, что при больших пробегах в этих двигателях разрушаются подшипники роликов. Такая же проблема и в двигателе 2.5. Также добавим, что при обрыве ремня ГРМ рокеры берут на себя основной удар. То есть, когда поршни и клапаны встречаются, рокеры ломают пополам. Таким образом, клапаны не загибаются и при перескоке либо обрыве ремня ГРМ можно обойтись заменой рокеров и пострадавших гидрокомпенсаторов. Также поршни и клапаны могут встретиться, если открутится шестерня одного из распредвалов. Ну а такое может случиться после неквалифицированной замены ремня ГРМ. Ну что, Паша, сорвем голову этому мотору. После того, как мы увидели, что антифриз смешался с маслом, по состоянию этого двигателя нас ничего не удивит. Мы видим, что проблемы были в третьем цилиндре. Обратите внимание на вот эти каналы охлаждения. Они были каналами охлаждения и стали масляными. Мы видим обильное количество масла. При больших пробегах может прогореть металлическая прокладка ГБЦ. В зависимости от того, где она прогорит, соответственно, и последствия будут разные. Если прокладка прогорит в районе канала охлаждения, то газы из цилиндра будут бурлить в расширительном бачке и будут вытеснять антифриз через трубку сброса. Ну а если прокладка прогорит между цилиндрами, то двигатель будет троить и дымить. Так не видно, но если посмотреть вот в эти каналы, то мы увидим, что рубашка охлаждения здесь открытая. То есть гильзы вставлены, а не отлиты вместе с блоком. Ну и после того, как в систему охлаждения попало масло, гильзы стали не просто мокрыми, а маслянистыми. Остатки хона здесь все же присутствуют, но нас заинтересовала заполированность во всех цилиндрах на одном и том же уровне. По ходу это вызвано расширением компрессионных колец из-за перегрева. Продолжение следует... Несмотря на проблемы в системе охлаждения, кольца компрессионные у нас подвижные. Немного загрязнено маслосъемное кольцо, но оно подвижное. Юбки, поршни, как новые и задировки. На вкладышах нет. Кстати, при необходимости ремонта старые гильзы можно выпрессовать и запрессовать абсолютно новые. У двигателя 2.5 CRD очень интересная конструкция опор коленвала. То есть первая опора находится в самом блоке. Три следующие представляют собой алюминиевые полукольца с помещенными сразу в них вкладышами. Полукольца со вкладышами надеваются на коленвал, а затем вся эта конструкция заводится сзади. При размещении алюминиевых опор их обязательно надо совместить с каналами подачи масла. Когда вся эта конструкция помещена в блок, то она фиксируется вот такой пластиной, в которой помещены вкладыши пятой опоры коленвала, уплотнительные колечки, задний сальник коленвала и вот такое упорное кольцо, которое фиксирует коленвал в продольном направлении. То есть, если это кольцо снято, то коленвал люфтит. Ну а люфтит коленвал примерно вот так. А по состоянию шеек коленвала критических задиров здесь нет, но проблемы со смазкой ощущаются. Разборка закончена и сегодня мы разобрали долгожданный мотор. Мотор в принципе неплохой, но его убивает некачественное и несвоевременное обслуживание. Если вы хотите знать о моторах, коробках, запчастях, все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео. Нам будет очень приятно. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».